Напоминаю, что в субботу наш престольный праздник, который чтит бесправославный мир Покров Пресвятой Богородицы. Для нас это самый важный, самый дорогой праздник, потому что мы все с вами находимся здесь, под Покровом Царей Синьи Небесы. Поэтому всех вас приглашаю на этот праздник. Накануне, в пятницу, будет совершаться всенощновение в 17 часов и сам праздник в 9.00 Божественная Литургия. Также поздравляю вас и с праздником сегодняшнего дня преподобного Сергия Радонежского, Игумена Радонежского, Северосии, чудотворца, Святого Преподобного, который научил очень много поколений, продолжает учить терпению, смирению и любви. Великий подвижник. Вся его жизнь была пропитана любовью Христовой. И во всей его жизни был Христос. Не было у него личных врагов, но были враги Отечества, были враги веры, враги православия. И к ним он был непримирим. Он строго стоял на истинных верах, но он умел прощать, он умел принимать кающегося человека. И научил нас молитве и покаянию. С праздником вас! Осталось совсем немного до нашего престольного дня. Прошу вас всех поучаствовать в подготовке к нашему празднику. Это очень важно. Мы должны и внутренне подготовиться, и причаститься, и попаститься перед нашим праздником. Но и внешне мы должны быть готовы подготовиться к празднику. Это наше главное торжество в этом городе. И мы должны Царицу Небесную всегда благодарить, всегда быть благодарны за ее святой покров. За то, что из древня, из самой древности, именно благодаря покрову Царицы Небесной, был сохранен наш граб и народ от разграбления и убийства славянского и новгородского князя Бравлина, Который здесь же и принял Христа через угодника своего Стефана Сурожского, Господь открыл ему сердце для верования. И он здесь стал христианином. И отсюда и пошла, как думают многие, не только я, пошла Святая Русь, пошло просвещение Святой Руси. Поэтому я всех вас поздравляю и прошу подготовиться к этому празднику.